Девушки отдыхают Здесь живу, есть один район, где течет река Когда здесь жили индейцы, они оставили после себя много разных артефактов Однажды я плыл по реке, и вдруг почувствовал запах костра И я почувствовал, что сзади, на берегу, стоят люди Я повернулся, чтобы посмотреть, действительно есть костер И я был удивлен, что это уже не было похоже на лес Это было похоже на травянистую прерию И там стояли индейские вигвамы Из них шел дым Были костры, на которых готовилась пища Именно оттуда и шел этот запах А потом все как бы растворилось И вновь появился лес Это убедило меня, что мы действительно можем входить в разные времена, в разные места Когда что-либо такое открывается перед глазами Ты говоришь, я могу путешествовать по времени Это как машина времени Я могу попасть куда угодно Но как это делается? Как это происходит? Я тогда не знал Это получилось спонтанно Мел Райли принадлежит одной из самых странных глав в истории шпионажа Это странная глава, поскольку она как бы не существует Психическая возможность, так называемое экстрасенсорное восприятие В течение многих веков Многие ученые считали, что это подделка Но теперь такие люди используются в военных целях И, судя по всему, это действительно существует Когда я первый раз узнал о парапсихологии, я действовал очень скептично Я думал, что это обман Практически мы все знали, что люди, которые говорят, что у них есть парапсихологические способности Просто колдуны Только вчера вечером, по странному совпадению, я смотрел фильм Одна из героинь в двух случаях физически получала импульсы от своей дочери Когда у нее были неприятности Дальний гром или что-то происходило в ее доме Люди, которые смотрели этот фильм, не говорили, что это безумие или этого не может быть И, мне кажется, все люди получают подобные импульсы ЦРУ и другие агентства Имели не просто личный интерес в подобных психологических опытах Эти люди были наделены даром дальнего видения Как он стал потом называться Настоящие секретные материалы Автор сценария Джим Шнебель Я пишу о науке И когда я вначале узнал об этом лет 10 назад Я в это верил с трудом Я вел исследования в Министерстве обороны Но на неформальной основе Мне стало известно, что военные пытались войти В различные цели с использованием парапсихологических способностей Использование людей с дальним видением Началось примерно 20 лет назад В темные дни холодной войны Именно тогда стало известно Что, видимо, Советы используют людей с психологическими феноменами Для своих далекоедущих целей Произошла утечка в системе советской безопасности И мы узнали, что Советы Не только русские, но и грузины, например Ведут подобные исследования На неофициальной основе Вся эта программа была очень секретной Никто о ней не знал Но, судя по всему, этим занимались КГБ и военные Которые тогда были взаимозаменяемы В особенности их интересовала телепатическая коммуникация На дальнее расстояние Или телекинез А, возможно, люди, которые обладали телепатическим даром гипноза Они пытались использовать их в своих целях Множество лабораторий занималось подобными феноменами Говорит полковник Джон Александр Там отсказывались люди, обладающие естественными талантами Над ними ставились многочисленные опыты Прежде всего, люди использовали для того, чтобы наслать на других людей смерть Или физическую немощь Для того, чтобы не отстать от русских Секретная служба Соединенных Штатов Установила в Калифорнии специальный институт Который занимался подобными проблемами Он получил 70 миллионов долларов ежегодно правительственных фондов Судя по всему, это было прекрасным местом Для того, чтобы вести такие необычные исследования Уединенным и затерянным глубоко в горах Физик Эл Путов помнит, как началось это Я занимался теоретической физикой, занимался лазерами И я думал, что буду заниматься этим до самой смерти И когда мне предложили эти исследования, я думал, что это просто издевательство Но я занялся первыми экспериментами и послал результаты в Пентагон После этого мне пришел ответ Представители различных правительственных агентств писали мне, что они очень заинтересованы этим проектом Они хотели бы, чтобы я стал одним из его руководителей Осенью 1972 года ЦРУ выделила 55 тысяч долларов на исследование техники, которая могла бы продемонстрировать парапсихологические способности и их использование в военных целях Прежде всего, речь шла об экстрасенсорном восприятии Если его можно было предсказать и использовать, это открывало настоящие новые пути для многих шпионов Один из субъектов подобных исследований был художник из Нью-Йорка, Инго Сван Инго Сван обладал парапсихологическими способностями Об этом знали все Поэтому мы решили использовать Инго в своей программе Мы прятали вещи в коробке, прятали картинки в конверты Прошло несколько дней, и Инго сказал Если вам нужно открыть конверт, открывайте его Если открывать коробку, открывайте Дайте мне что-нибудь посложнее Я могу открыть глаза и видеть любое место на планете Сказал он, почему бы не начать с этого Для того, чтобы поплясать под его дудку, мы сказали Хорошо, проведем эксперименты Он сел и стал рисовать карту Мы получали хорошее описание рек, озер, гор И мы видели, что мы имеем дело с идентичной памятью Но возможно ли это? Возможно, он просто запомнил весь глобус Поэтому мы давали ему сложные задания Обнаружить то или иное здание Или то или иное озеро, затерянное глубоко в горах Все было очень точно Именно здесь мы решили, что возможно в этом что-то есть Будем продолжать исследование Получив координаты по карте Суамп совершенно в нормальном виде Мог констатурироваться и на подсознатном уровне Обнаруживать предметы Речь не шла о размере или о конкретных координатах Самое главное понять, что окружает объект Можно написать целый длинный список предметов, которые помогали мне обнаружить предмет, необходимый для обнаружения Когда первая серия экспериментов прошла Я понял, что мое внутреннее состояние подсказывает мне То, как расположен предмет и его форму Мы назвали это трехмерным восприятием Мы начали рисовать их Появился один предмет Если видишь здание изнутри, возможно, можно войти и внутрь Безусловно Это открывало настоящие новые перспективы для трехмерного контакта Мы могли бы использовать людей как мониторы Весной 1973 года все изменилось Эл Путов сообщил ЦРУ о новой технике Они быстро провели испытания Национальные агентства были очень заинтересованы этим проектом Испытания прошли в штате Вашингтон Цель не появлялась ни на одной карте Это была уединенная избушка в глубине лесов Свон, в конце концов, начал фокусироваться не на самой избушке А на том, что было недалеко от нее Это стало гораздо более интересным Я сказал, давайте осмотримся Посмотрим, что здесь еще есть в этой чаще Я осмотрелся Наконец взял карту Простую карту некоторых зданий, которые находились в этом районе И увидел, что это очень странная карта Поскольку там была странная дуга Прямо на местности Я решил, что это не естественная дуга Она не получилась природным путем В результате оказалось, что это глубоко скрытый военный объект У меня был друг Пэт Прайс Он также занимался исследованием в очень секретных правительственных и военных учреждениях Он утверждал, что такие учреждения действительно были в том районе Можно было пройти через все здания Даже через стены Он видел все Все комнаты Все, как было на самом деле Он описывал их в малейших деталях Мы получали описания от людей, наделенных дальним зрением Они были очень точными Мы проводили консультации с офицерами, которые работали на этих объектах Они не могли найти никаких отклонений Безусловно, операция была очень секретной В результате до сих пор отчеты засекречены Никто не говорил, что это происходило на самом деле Но я проехал по этому месту и решил, что действительно Существует секретное правительственное и военное учреждение Которое скрыто глубоко в этих горах В один из летних дней В летнем тумане я видел Одно из подобных мест Оказалось, что это спутниковая площадка, построенная давным-давно Пентагоном Однако никто о ней не знал Тем удивительнее результат Я не рассчитывал на такой успешный результат Но со временем на нас стали давить От нас ждали большего Речь идет не только о ЦРУ, но и о других правительственных агентствах Число клиентов ходили ЦРУ, Флот И так называемое разведывательное оборонное агентство Так называемое РАО В течение многих лет Штат пар психологов пополнялся Многие миллионы Выдвигались на эту программу Оборонное агентство Дало название программе Пламя Так теперь называлась она Оборонное агентство Провело с нами серию брифингов Сначала я не верил этому Но после того, как получил результаты опытов с Синго Суаном И когда я сам посмотрел на него Я поверил Меня потрясло, насколько по-деловому относятся к этому процессу Не было никакой атмосферы спиритического сеанса Просто практика и дело, которым мы занимались оба Суан утверждает, что практически все Наделены подобными возможностями Генерал Томпсон Глава военной разведки Решил проверить, правда ли это Однажды В кабинете у себя в Пентагоне Он сам попытался заглянуть в незнаемое Целью Был вокзал Жизнодорожный вокзал в Александрии В Соединенных Штатах Пожалуй, это наиболее интересная Цель, которую я обнаруживал Самое забавное, что я обнаружил масонский храм Недалеко от станции Каково же было мое удивление Когда я побывал на этом месте И увидел, что действительно В непосредственной близости от станции Находится масонский храм Я никогда раньше не был в этом месте Через несколько месяцев Я с воздуха заметил масонский храм Это не могло быть Никаким издевательством над людьми Это было на самом деле Когда я сам Оказался способным на это Я понял Что это искусство можно использовать В результате Мы провели другую программу Это происходило в Форт Миде В штате Мэриленд Когда-то здесь были обычные бараки Для армии и работников безопасности После этого Людей эвакуировали в другую штаб-квартиру А это место Было отдано под исследования В области парапсихологии В исследованиях принимали участие Некоторые представители военных Которые уже имели парапсихологические контакты В прошлом Одна из категорий Которые могли видеть так далеко Были люди, занимающиеся Расшифровкой фотографий со спутников Судя по всему У них было потрясающее зрение И они обладали великолепной памятью Именно они Действовали в нашем подразделении Кроме того, ученые и люди, связанные с профессиональным риском Также являются категориями Которые могут быть научены Этому феномену Сержант Райли Был выбран одним из первых Он расшифровывал спутниковые фотографии Но, возможно, то, что сыграло в его пользу Было психическое и психологическое состояние Которое он испытывал ранее, в детстве Люди, которые работали у нас Представляли различные дисциплины Военные разведки Некоторые из них были офицерами Некоторые тайными разведчиками Гражданскими Все они имели очень интересные Судьбы Один из нас был во Вьетнаме По меньшей мере Один человек Из тех, кто работал у нас Вспоминал, что В прошлом Он Общался с летающими тарелками Значит, вы были странной Компанией И да, и нет Инго Суан утверждает, что Обычного военного офицера Можно научить этому И хотя эти люди Имели естественные Парапсихологические возможности Инго Не оставлял им Никаких лазеек Они служили Вот один из этих офицеров Эд Бэнс Пожалуй, это была Одна из наиболее трудных Программ для меня Это было невероятно Инго Суан Прежде всего Насаждал дисциплину У него как бы был Хлыст, которым он постоянно Хлестал нас Я знаю, что такое Тяжелая подготовка Но это было тяжелее всего Гораздо тяжелее, чем в военном лагере В конце концов, я стал протеже Инго Суан Я стал заниматься Наблюдением над всей программой Поэтому я пошел по продвинутому этапу Значит, вы как Люк Скайуокер Можно сказать и так В Калифорнии На секретной базе И в Форт-Миде В Мэриленде Американцы создали Два шпионских Секретных подразделения Которые занимались Парапсихологическими исследованиями Один из Конгрессменов Сказал, что Эти люди Наши Радары С низкой себестоимостью Их необходимо использовать Потронитесь за целью руками Разведывательные данные Составляли как бы одну головоломку Некоторые из них получили со спутников Некоторые через электронные провода А некоторые с использованием людей Парапсихологов Удивительно Что Использование парапсихологов Это был наиболее дешевый путь Получения информации Мы были организованы Для того, чтобы собирать Разведывательный сведник Который необходимо было собрать Обычным путем Например Мы предсказывали Когда Советские танки Войдут в Чехословакию И другие подобные вещи Нас использовали В химической войне Некоторые из нас Специализировались На различных районах Военной безопасности Некоторые Обнаруживали Подводные лодки Другим Больше нравилось Обнаруживать людей И им это лучше выдавалось Откуда они пришли Что они делают Концепция состояла в одном Дисциплинировать нашу работу Против таких людей Как например Муаммар Каддафи Непредсказуемых людей Маньяков Обнаружить Начнет ли он войну Или возможно Переедет куда-нибудь Для того, чтобы Понять где он находится И возможно Сбросить на него бомбу Нас называли Людьми с дальним зрением Мы очень хорошо Умели Обнаруживать Различные предметы Например Что касается Ядерных боеголовок Для меня Каждая из них Имела вокруг Зеленый ореол Как например Криптонит В мультфильме Про Бэтмена Очень яркое Зеленое Свечение Безусловно Это был ядерный материал Так мне казалось В одном случае Мы буквально Обнаружили координаты Оказалось Что это Концлагерь Я так это называю Здания были похожи На обычные Американские казармы Бараки Там жили люди Вокруг Было несколько Рядов колючей проволоки Три Огромных ряда Очень длинных Они патрулировались Охранниками Я помню Что там была Железная дорога Недалеко От главного Здания Железная дорога Тоже была Охраняема С обеих сторон Подъездного пути Я сразу же понял Что это Концлагерь Зачем живем Концлагерь Подумал я Человек который наблюдал За мной Сказал Ну осмотрись Может быть там еще что-то есть Поэтому я заметил Что там есть два лифта Крупных лифта Которые не идут Наверх Я подумал Если они не идут наверх Значит надо отправиться вниз И я отправился вниз А внизу Был совершенно другой мир Ужасный мир Потрясающе ужасный Это Был мир В котором велись Биологические исследования Где Обезьяны Собаки Лошади И свиньи Заражались ужасными болезнями Кошмарными Биологическими болезнями И люди Тоже были там Поэтому концлагерь Который находился наверху Возможно Был Полигоном Для тех людей Которые вели биологические исследования Возможно там содержались Инакомыслящие Я до сих пор плачу Когда об этом вспоминаю После того как я это увидел Я несколько дней Не мог Поднять глаза Это было Самое ужасное В моей жизни По моему Я целый час Не мог начать работать Прежде чем У меня высохли глаза И я вернулся На рабочее место Я убежден Возможно Мне не стоит Сейчас об этом говорить Но тем не менее Я не могу сказать Какая это была страна Я точно знаю Что Это место Было полностью разрушено Поскольку его все-таки Обнаружили американцы Через несколько дней Некоторые из этих историй Возможно Трудные для понимания В некоторое Трудно поверить Однако ясно одно Парапсихологи Действительно Использовались Для того Чтобы принимать решения В различных военных операциях Согласно Ресурсу Который не появился Перед нашей камерой В течение многих лет Было уничтожено Несколько подводных Лодок В Советском Союзе Были обнаружены Ядерные полигоны А также Парапсихологи Использовались При освобождении Американских Заложников На Ближнем Востоке Все, что было можно Пробовалось В основном Нашими клиентами Являлась Тайная служба ЦРУ Пентагон Служба по борьбе С распространением Наркотиков И другие Правительственные Организации Но интересно Что у нас Постоянно Менялась Клиентура Один и тот же Человек Не приходил Дважды Возможно Для того Чтобы обеспечить Секретность Операции Официальные Лица ЦРУ И Пентагона Возможно Сами не понимали Насколько Странными Могут быть Методы Их Исследований Например Люди С дальним Зрением Обнаружили Координаты Это по карте Но в конце концов Они использовались И в других целях Некоторые цели Возможно Трудно было Определить Очень часто Никто не знал Что именно Нужно обнаружить Давались координаты А человек Старался увидеть То, что Находится в этом районе Все Что сообщили ему Это то, что Здесь может быть Военная база Она может быть Где угодно В определенный промежуток времени Я вижу Очень Пыльный И жаркий район Очень сухо И жарко Что за звук Звук волн Вы можете сказать мне Что происходит Они бегут Паника Страх Ужас Суматоха Они бегут От ужасных Туч пепла Которые становятся Все больше и больше Невозможно дышать Очень горячо Целью Было ядерное испытание На Атоле Бикини В июле 1946 года Пепел Горячо Паника Страх Суматоха Сессия с Райли Не была идеальной Но тем не менее Это было прекрасным Упражнением В дальнем зрении В результате Райли дал более детальное Объяснение того Что он видел Мне было похоже На вулкан И тем не менее Это была Всего лишь одна часть Разведывательной Головоломки Возможно Он видел Все Как это происходило В реальности Но он не мог Сознать точно Что же это было На этой сессии Например Целью Стала Испытательная площадка Для крылатых ракет Райли Описывает Небоскреб Но аналитик Возможно Увидит Ракету Это более важное Но что касается Смертельной силы В которой Это может Использоваться Я понял Со временем Что Та работа Которую я делал Очень соединена С миром Который находится Вокруг меня Морально ли это Каковы этические аспекты Все это очень связано С военными операциями Я шел по Коридорам Пентагона И слышал тему Из фильма Сумеречная зона Я не понимал В каком мире нахожусь В конце программы Или примерно в середине В 81 году Я думал Что программа Развивается очень успешно Но в конце концов Она начала Буксовать Такие деньги Как раньше Уже не выделялись Несмотря на то Что многие люди С подобными способностями Работали в программе В результате Мы решили заняться Другими феноменами Расширить поле деятельности Может быть Заниматься более Утилитарными исследованиями Для армии После того Как генерал Томпсон Прошел по служебной лестнице На другую ступеньку Его место Занял генерал Альберт Стабблбайн Мы видели В различных случаях Так называемую Макропсихокинез Когда Важные события Совершались буквально Перед нами Например Мы взяли Две Вилки Человек Который Который Принимал В эксперименте Держал их Именно так По одной Каждой руке Не прикладывая К ним Никакой Физической силы В результате Произошло следующее Группа Полковников И генералов В основном Смотрели во все глаза Потом Объект Эксперимента Повернул голову И эта Вилка Зависла в воздухе Потом она повернулась На 90 градусов И пока все смотрели Она вернулась Вновь повернулась На 90 градусов И вновь вернулась Первоначальное положение Все эти люди Имели Огромную квалификацию Они не верили в сказки Но видели это Собственными глазами И безусловно Их отношение К эксперименту Изменилось Я сам был свидетелем этого Люди обычно спрашивают А можно ли сделать это Например с цистернами С топливом Можно ли это сделать Или нужно ли это делать Это совершенно разные вопросы Какие это могут быть Последствия после этого Стабл Байнд Также считал Что подобные демонстрации Повлияют на веру мира В своих же военных офицеров То что Выходит за пределы нормального Согласно Стабл Байнд Должно быть Секретным В 1989 году Программа Была Временно заморожена В основном потому что Многие официальные лица Считали что она Сошла слишком далеко За пределы неведомого Центральное Разведывательное управление Которое постоянно Занималось наблюдением Нашей программы С конца 70-х годов Теперь полностью Прибрало ее К рукам Возможно Будущее у нас Было обеспеченным Но Под предводительством ЦРУ Мы стали заниматься И другими исследованиями Например Духовным Перерождением Этим занимались Этим занимались Не только гражданские Но и военные В частности Мы занимались Так сказать Каналированием Настройкой На определенных людей В основном Этим занимались Женщины Поскольку По мнению Многих специалистов Именно они Обладают Ярко выраженными Подобными способностями Мы называли их Ведьмами Работать С каналистами Или с ведьмами Как мы их называли Было страшно Это было слишком Я не мог это вынести Ведьмы Устраивали Персональное собрание Или чтение Или сеансы Для Политиков Для конгрессменов Для многих Эти люди Эти человеческие существа Говорили им Именно то Что они хотят слышать Только хорошее В результате Научная работа Стала заменяться Сеансами спиритизма Возможно Это стало шокирующим Для многих людей Которые работали В программе Но для настоящих людей Обладающих дальним зрением Трансформация Уже была закончена Некоторые из нас Пережили очень глубокие потрясения Например Билокацию Когда можно Находиться в разных местах В одно и то же время Некоторые из нас Пережили гипноз Однако Существует большая разница Между этим Она Заключается в основном в том Что При дальнем зрении Ты всегда контролируешь То, что видишь И не только это Нет никаких долговременных Побочных эффектов Однако Это может изменить Всю твою жизнь Это изменит мир Вселенную И все, что находится Вокруг тебя Одним из коллег Райли По подразделению Был сержант Линн Бьюкенон Я работал там В 84-м В 92-м году Бывают Небольшие осложнения Однако Их можно назвать Очень серьезными Например Со временем Если работаешь В подобной отрасли Начинаются проблемы С браком Некоторые из нас Испытали их Даже люди Которые были Очень талантливыми Они настолько Отдавались работе Что времени на личную жизнь У них просто не хватало Я занимаюсь С психологической деятельностью А моя жена Все время Говорит мне Что я становлюсь Кликушей Я всегда хотела Чтобы он стоял Двумя ногами На земле Это его ответственность Перед браком Так считала я Бывали времена Когда он Интенсивно работал Когда он пытался Войти на другой Парапсихологический уровень Но я всегда Считала Что это просто глупость И говорил ему об этом Брак Бьюкеннен Остался стабильным Однако Другим Семейным баром Повезло не так Например Эд Недавно Развелся с женой У Эда Появилась Навязчивая идея После этого Он стал Очень много работать Постоянно брал Работу на дом Работал в две смены И он предупредил меня Что либо я изменюсь Вместе с ним Либо я останусь В этом мире Одна Он сказал Что собирается Изменить человечество И оставить след в истории Это была его мечта А я хотела Чтобы он занимался Обычными делами И вел обычную жизнь Поэтому мы расстались В основном Его интересовала Внешняя космическая жизнь Инопланетяне Это была его навязчивая идея Мне стало скучно Использовать технологию В стратегических Военных целях Я начал Проводить другие эксперименты Например Постараться Найти Где находится Ноев ковчег Или где Садятся Или садились Неопознанные летающие объекты Которые прилетали на Землю Это было для меня Гораздо более интересно Может быть В национальном масштабе Мне никто не верил Но для меня Это было потрясающим переживанием Это гораздо интереснее Чем я мог Себе подумать Мы стали проводить Эксперименты Для развенчания Подобных загадок После серии скандалов Связанных с военными Пентагон и ЦРУ Решили закрыть подразделения Министр обороны Карлуччи Смотрел На нас со всех сторон В то самое время Начался скандал С Оливером Нортом И им было просто некогда Заниматься нами Поэтому нас решили Заморозить Все операции Которые были связаны Со многими Годами подготовки И осуществления Буквально Были разрушены От них остались Одни лохмотья Отчеты инспекторов Не нисли в себе Ничего хорошего Для проекта Во многих случаях Поступали рекомендации Закрыть проект Министерство обороны Склонялось к последнему С поддержкой Конгресса Программа Однако продолжала Жизнь Она использовалась Для обнаружения Разведывательных целей Например Ракет Скат Но даже В этом случае Многие данные Буквально игнорировались В 1985 году Конгресс Отдал свой отчет ЦРУ По-прежнему Рекомендовала Закрыть проект Я знал Что ситуация Развивается Не лучшим образом Те данные Которые были собраны Вначале Использовались Вовсю Но последние данные На них просто Никто не смотрел Мы говорили О событиях Которые могут Произойти Через 100 лет Которые уже происходили А нас считали Колдунами И чародеями Я думаю Что речь идет О философском Аспекте Они утверждают Что человек Не может Познать незнаемое Поэтому сейчас Я думаю У нашей программы Будущего нет Будущее парапсихологии В разведывательных Органах Я не знаю Есть ли место Там для этого Насколько я знаю Разведовательные офицеры Буквально Отвернулись От этой программы На 180 градусов Если бы я работал Сейчас в ЦРУ Я бы Поставил наблюдателей Чтобы они сказали Что же все-таки происходит Я бы не сказал Что это очень Безуспешная программа Но армия Сложила руки Тем не менее Это достойная программа Которую необходимо продолжать По той же самой причине По которой она началась Там есть что-то Что мы не можем объяснить Оно работает И если мы можем Сделать так Чтобы она работала активно Давайте сделаем это Здравствуйте Как вы? Прекрасно Я не мог Во всех подробностях Рассказать вам Об этих людях Если бы сам Не попробовал Сделать то же самое Я провел Несколько уроков С Инго Суаном И постарался Уяснить его технику Вниз Правильно Теперь туннель Несколько уровней Синий Белый Коричневый Правильно Опять белый Я чувствую запах Запах минералов Правильно Иногда При подобных занятиях С Суаном Я использовал координаты Карты Но иногда Не было ни карты Ни координат Мне пришлось Идти на удачу Я абсолютно не знал Какова моя цель После сотен Подобных уроков Я понимал Почему ЦРУ И Пентагон Вначале Отнеслись к этому С подобным энтузиазмом Это действительно Было похоже на волшебство Я поднимаюсь Так Вижу пар Правильно Вода Правильно Теперь я хочу Чтобы вы пересмотрели Свои данные Это белый предмет С оболочкой Судя по всему Он окружен водой Либо серной кислотой Потому что все бурлит И очень едкий запах Похоже на гейзер Хорошо Продолжайте Отлично Прекрасная сессия Получилась Как часто происходит С людьми Которые непрофессионально Занимаются Дальним зрением Я понял Что возможно Я сам Шаман Шпион Один из элиты Один из избранных И могу сделать это Собственными руками Может быть это так А может быть и нет В конце концов Я с удовольствием Предоставил серьезное Дальнее зрение Настоящим профессионалам Людям Которые Весьма обычны На первый взгляд Но одной ногой Они стоят в другом мире В мире невозможного Возле того Как я провел Много Много лет Занимаясь Дальним зрением По меньшей мере 20 лет Официально Занимаясь Дальним зрением Я постоянно Обращаюсь К этому Мне не нужно Садиться за стол И входить В другое состояние Для этого Это стало Частью Моего существа Частью моей жизни Как если бы у вас Внутри был сканер Радиосканер Или еще что-то подобное У меня всегда есть канал Открытый канал На который я могу Настроиться Круглосуточным Я готов Получать сигналы Которые приходят Из других государств Из других психологических Состояний Даже если я еду В своей машине Я не нахожусь В другом состоянии Я в нормальном состоянии Я живу Понимаете Сигналы могут появляться И исчезать Самое главное Вовремя настроиться Какие сигналы Кто знает Вскоре после того Как эта программа Была показана В первый раз ЦРУ Официально признала Роль парапсихологов В подобной программе И сообщила О своем намерении Закончить ее Согласно Источникам В разведном сообществе Психологи Будут использоваться Агентствами Но в качестве Контрактируемых А не государственных Служащих Генерал Томпсон Оставил армию В 85-м году Он живет на пенсии В штате Мэн Доктор Хэл Путов Оставил Службу В 85-м году Сейчас он Физик-теоретик Известен во всем мире И ведет свой Институт в Техасе Инго Суан Оставил программу В 88-м году Он живет На Манхэттене Генерал Стаббл Байн Живет в Нью-Йорке С новой женой Психиатром Которая утверждает Что ее в детстве Похитили НЛО Эд Деймс Оставил армию В 91-м году Он живет В Беверли-Хиллз И является менеджером Он собирается Открыть тренировочный курс Мэйл Райли Основал местный музей История американских индейцев Живет в штате Винсконсо Книга Джима Шнаббеля О том, что вы только что видели Будет опубликована В 97-м году Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok